Добрый вечер, дамы и господа. И ко мне очередные вопросы. Подскажите, правильно ли отдавать свои вещи, которые ты сам носить не будешь, например, они великие, малые, в церковь, чтобы они раздавали тем, кому они необходимы? Или лучше ничего не отдавать, так как там твоя энергетика? Просто жалко выбрасывать хорошие вещи. Когда они могут кого-то согреть. Благодарю. Да, хороший, вполне нормальный подход. Я так, кстати, и делаю. Но не с одеждой, с некоторыми другими вещами. Хотя и с одеждой тоже так делал. Здесь, смотря что за одежда. Но я в церковь точно не отдам и не отдаю, потому что я смотрю на последствия своих действий. То есть я выношу просто на улицу, ложу на скамеечку или на то место, где могут пройти более бедные, более малоимущие пройти, или даже бомжи. Не важно кто. Ну, я точнее смотрю, кто это возьмет и что будет с этой вещью. И ложу туда. Но если вы не имеете многомерного видения, то можете просто ложить. Но имейте в виду, если вы отдаете в церковь или какой-то организации, вы просто обогащаете эту организацию, или эгрегоры этой организации, или прославляете ее буквально, потому что она же будет отдавать другим, за что будут ее славить эти люди. То есть я не потворствую, чтобы люди, не цепляя людей за эгрегор православия, не стараясь, потому что я уже... Поэтому я без посредников обхожусь. Просто ложу вещь там, где ее возьмут. Возможно. Но это еще зависит от того, кто задал этот вопрос, потому что мне этот вопрос подобный задавали, вот недавно. И я могу ответить в том, это обобщенный ответ был, а когда меня спрашивают конкретный человек, я ему могу ответить в контексте его развития и его ситуации. Мне даже через меня могут ответить его ближайшие гиды. Вот, например, если человек любит раздавать вещи, вот конкретный человек, знаю такого, он будет слушать это видео, он любит... Я даже знаю ни одного такого человека. Вот разумный подход, если вы все старые вещи, любые, например, продаете, за копейки даже, за что бы то ни было, просто отдаете за то, за сколько их возьмут. Вот это нормальный подход. Знаю кое-кого такого. Ну, через интернет-магазин, просто через барахолка есть, как в реальности, так и в интернете. Если вам не хочется сидеть где-то на улице и на барахолке, так просто в интернете есть в каждом крупном городе барахолки или где... или обычные там продажи чего-то ненужного. Так можете предлагать договорную цену ставить и продать за любую цену там. Или если вам просто уже хотите выкинуть, но, например, чувствуете, что может кому-то пригодиться, а вещь тяжелая, телевизор там или какая-то вещь, которую трудно выносить, так вы можете написать отдаю даром, но за вынос. То есть, когда они сами выносят, приходит там группа или с грузчиками и сами выносят. И тоже хороший способ. Я им тоже пользуюсь только за вынос. Хотя вам виднее, за какую цену или договорную, чтобы можете... Я пишу договорная цена, чтобы... когда мне все равно какая цена, когда я знаю, что... либо купили, хоть за сколько-то нибудь, и вынесли из дома вместо того, чтобы мне мусор выносить. Но еще бывают люди, которые любят отдавать всем все. Ну, привычка. Думают, что это добрые дела, что они накопят себе какую-то там обратную карму или блага, или рай на небесах, или какой-нибудь... какие-нибудь... бонусы. В другой жизни, после смерти особенно. Попадут в рай, например. И боятся попасть в ад. отмолят себе там какие-то свои действия. Это в большинстве случаев... Да, обратная карма имеет место быть, но... Это другая крайность. Это другое ермо... Другие... Другой узелочек, который заставит вас... завяжет вас этим человеком. И... Вы вынуждены будете в другой жизни родиться или в этой опять сплести, чтобы сбалансировать обратную карму. Поэтому, если у вас только все сбалансировано и все... Вы ни в чем не нуждаетесь и некуда действительно применить эту вещь, то... Да, хороший способ вынести ему и эту вещь так, чтобы она пригодилась кому-то там, на улицу, например. Не в мусорный бачок, а на улицу. Или возле мусорного бачка, например. Если не уверен, что эту вещь кто-нибудь возьмет вообще, то некоторые возле бачка выставляют, как бы, чтобы не туда внутрь ложить, чтобы как раз проходящие малоимущие могли воспользоваться и взять. Но ситуации бывают такие, что человек, например, вещи, тряпки, да, тряпьё старое. Человек, например, я вижу, что человек сам покупает эти вещи, то есть, например, человек моет пол, там, вытирает пыль и покупает тряпки. И при этом раздаёт старые вещи, ну, ткань. И при этом у него есть, если у него есть желание, есть желание что-то купить, приобрести, а у него денег не хватает. Так как раз разумный подход начать бережно относиться к этому. То есть, перестать покупать эти тряпки, а просто мы теми тряпками, той ветошью, это называется ветошь, которую как раз вы хотите отдать кому-то или вынести, ну, бесплатно в смысле, вынести, кому-то даром отдать. Так вот, если вы начинаете экономить у себя в бюджете, начинаете использовать всё в хозяйстве, вот тогда вы достигаете того, что вы осуществляете все свои мечты потихонечку, постепенно. То есть, вы перенаправляете финансовые, энергетические и свои ресурсы и возможности на то, чтобы сохранять деньги, большее количество денег, которые вы можете перенаправлять на свои желания. То есть, не покупая лишних вещей, а используя все вещи или максимум вещей, которые ещё могут послужить. Так я, кстати, и делаю. Я не выкидываю тряпки и никому не отдаю уже долго, потому что у меня есть ветошь какая-то, и я сам использую на тряпке, чтобы пыль вытирать, полы мыть и, например, отцу отдаю, потому что он рыбак у меня, иногда рыбу ловит, которых засаривает, которые, чтобы для засылки нужно обернуть в ткань. Он, то есть, всю свою ткань уже переиспользовал, там, у сестры спрашивает, и я ему иногда поставляю эти тряпочки. К семью, то есть. И вот разумный подход находить новое применение тому, если у вас все-таки есть, если у вас есть нехватка какая-то. Если вы живете в будущем, что когда-нибудь заработаете на свою мечту, так вот, если вы сейчас начинаете экономить и беречь, использовать все, вы начнете действительно процветать постепенно. Из той зарплаты, которая у вас уже сейчас есть, а не мечтами в будущем, когда вы начнете работать там-то, или когда вы станете миллионером, или когда у вас появится спонсор, там, муж или жена какой-нибудь, якобы. И, кстати, если у вас он до двадцати, даже лет не появился, то у вас нет обратной кармы, чтобы действительно у вас появился муж-миллиардер или даже миллионер. Это появляется при определенных условиях, и карма эта срабатывается, но в основном сразу, около восемнадцать лет буквально почти, или около этого. Это уже другой вопрос, можно будет о нем снять другое видео, если вы спросите. А и здесь конкретно спрашивали про энергетику вещей. Вот в чем заключался главный вопрос. И говорю всем, да, ваша энергетика пригодится тем людям, которые именно возьмут ваши вещи, потому что если у вас денег больше, чем у тех, кто берет ваши вещи, и вы способны им отдавать это, и хочется вам, и все идеально у вас, ну или не идеально, просто любые, вообще, можете расслабиться, отдавать действительно вещи, не боясь, что вашу энергетику подцепят, или другие люди, потому что такие вещи БУ или ДАРом принимают люди более слабые. Если вы и не только в финансовом плане, в энергетическом, да, именно, они получат часть вашей энергии, они от этого чуть-чуть переймут ваш опыт, то есть, они, может быть, чуть-чуть начнут понимать, как зарабатывать деньги, если они до сих пор берут такие вещи. Но не только, если они, например, я, например, могу какую-то вещь подобрать на улице, интересно, что она мне пригождается, потому что я определенные вещи не мог купить, нигде не найти. И даже еще на будущее, то есть, чувствовал, мне показывают, возьми эту вещь, я еще не знаю, почему я взял, и потом, оказывается, она мне так пригодилась, что я эту вещь у себя в городе не мог не купить, она подошла под, например, под то, что я, например, стал когда-то снимать эти видео, просто подставочка такая была идеальная, что. Ну и разные другие ситуации. И я, да, я могу посмотреть, что было с этой вещью, какая у него энергия, но я конкретно регулирую, что и как на меня влияет. Если я, конечно, чувствительный могу, но я, если медитирую, я могу уже спознать, откуда, что идет, и как на меня, если вы, на меня что влияет, если вы не способны, то можете тоже расслабиться. Можно перепрограммировать любые вещи. Можно эту информацию, энергию сохранять где-то, да, в поле, в поле, где-то она и так копится, в хрониках Акаши, то есть в информационном поле. Вы можете перепрограммировать любые вещи под себя. Это способны делать те люди, которые действительно берут ваши вещи тоже, если захотят. Но все-таки они получают благо, и как раз они подберут, те, кто берут вещи БУ, там, секонд-хенди, их как раз вдохновляют их же гиды, взять именно ту вещь, которая покажется им красивой или нужной. Здесь все глубже. Чаще всего они берут вот эта нужность обозначается тем, что они получили вдохновение взять вещи, потому что они, немножечко, походя в эти вещи, научатся некоторым качествам, к которым они нуждались, или не знали, как их достичь. И немножечко у них будет некоторое прояснение, потому что, если они носят более, например, бомж или нищий, начинают носить вещи более богатого человека или очень богатого, у него начинается передаваться информация, как зарабатывать деньги, или как становиться богатым. Такое происходит. Или человек был добрый. Например, в моем случае вот как было. У меня есть, вот несколько лет назад, в 2008 году, у меня друг есть в моем городе живущий, который просто спросил меня, можешь мне помочь? Он переезжал из квартиры в квартиру, съемную, со съемной на другую. Предложил мне помочь ему вещи таскать. Я с удовольствием согласился. Мы это осуществили, и будучи уже на новой квартире, он из чувства благодарности взял и подарил мне свитер свой, серенький. И мне он пришелся в пору, и не подарил, получился здесь обмен. И что интересно, что когда я заметил, когда я выхожу в этом свитере, на меня люди начинают по-особому смотреть. Я начинаю сканировать, они начинают во мне видеть больше, чем то, что видели в другой одежде, которую я изначально покупал где-то. Потому что вот этот человек особенно добрый, он душевный такой. То есть у него такая доброта, у него такое состояние души, и отношение к людям, которые в этом мире люди называют добротой, добродушием, щедростью. Этих качеств у меня вот как мало или минимум, потому что я не подстраиваюсь под этот мир, я немножечко свою жизнь веду, не делаю то, что люди называют здесь добродушием. Или мои понятия об этом слишком многомерные, я понимаю, что от чего происходит. Но этот человек конкретно вот такого характера, то есть вот этого качества у меня минимум, или может быть почти нет там. Когда я надеваю этот свитер, я обогащаюсь этим качеством, начинаю светиться. То есть его добродушие немножко передается мне, и я высвечиваюсь буквально некоторыми новыми качествами. Дополняю себя. Вот как влияет одежда. А если вы думаете, что есть какие-то плохие люди, которые передадут вам какие-то, или вы были считать себя плохим, что передадите другим какие-то отрицательные эмоции, можете расслабиться. Другие проходят урок и опыт, как быть таким. Они ровно берут, покупают или берут ровно то, в каком на опыте нуждаются. И они тоже регулируют. Их высшее Я, и их ангел-хранитель тоже все это регулирует. Сколько получить, какой дозы от кого. Так что можете отдавать все, ничего не выкидывать, а отдавать все в дело, в пользу, перепродавать, обменивать, или отдавать за очень дешевую цену, или за вынос. И кому вы отдаете, или через кого, тоже подключают вашу карму, или последствия. Поэтому я стараюсь это делать без посредников. Или если посредники участвуют, я смотрю внимательно, что из этого выйдет. Есть разные тонкости, поэтому я вот так обсудил тему. И я сам... И как вы можете перепрограммировать эти вещи? Обычный способ, обычная молитва. Но так вы заряжаете какую-то вещь, да, перезаряжаете, тем эгрегором, или теми словами, от какой религии вы эту молитву произносите. Это старый способ. Я просто своим намерением говорю от себя свои слова, то, что хочу, какая бы... То есть отменяю, например, какие-то... Если мне что-то не нравится, какой-то вещи, я просто говорю этой вещи, что теперь у тебя новый хозяин, старый. И энергии старому хозяину в большинстве своему возвращаются, остается только информационное поле, информация с минимумом энергии, которая не влияет на меня, если мне этого не хочется. Информация об предыдущем хозяине, но без влияния на меня. И начинаю заряжать на себя, чтобы эта вещь служила мне так-то и так-то, чтобы она влияла на меня так-то и так-то, или напоминала о том-то, качестве моем или о том-то, или о качестве, которого у меня нет, вырабатывалось. Вот. Вы все можете перепрограммировать, как вещи, так свои части тела, так и все что угодно. И на этом я завершаю видео. До следующих встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok